8 и 9 сентября 2014 года Конференции взяли на себя ведущие образовательные организации МИРО, МГЛУ и МГИМО при поддержке Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии города Москвы. С организатором выступила компания «Авангард Центр». Всего в мероприятии приняли участие более 400 человек – специалисты из многих регионов страны, представители школ и лицеев, общественных и научных организаций, органов власти, специалисты в области психологии, информационных технологий, а также корреспонденты средств массовой информации. С докладами выступали видные деятели в сфере образования, в том числе руководитель Департамента образования Москвы ИСАК Калина. Участники обменивались опытом борьбы с распространением экстремистских идей в среде молодежи, обсуждались традиционные методы, пропаганда взаимного уважения между культурами и религиями на уроках, в музеях, проводились итоги работы в виртуальном пространстве, откуда подрывная деятельность экстремистских организаций может выплескиваться в реальные конфликты. Внимание привлекали экспозиции, посвященные теракту в Беслане. Демонстрировались предметы с места трагедии, книги, пробитые пулями и осколками снарядов, обожженные страницы с тетрадей, выставлялись портреты героев, бойцов, пожертвовавших своей жизнью ради спасения детей. От имени участников конференции почтили память жертв Беслана, учащиеся кадетских корпусов, торжественно возложив цветы к памятнику. Традиционно, кроме цветов, сюда приносят питьевую воду, без которой страдали взятые в заложники учащиеся школы номер один в Беслане. Эмоциональный настрой участников свидетельствует, трагические события в сентябре 2004 года крепко запечатлены в сердцах людей. Эти воспоминания побуждают к продолжению борьбы с угрозами экстремизма и терроризма, к защите всех и, прежде всего, детей. Необходимо объяснить молодому поколению опасность терроризма, научить противостоять страху перед террором. Нужно всеми силами стремиться, чтобы уроки Беслана оставались в людской памяти, но не повторялись на наших глазах.